Здравствуйте, дорогие друзья! Рада приветствовать вас на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана, и сегодня мы с вами разговариваем про ароматы, про букет вина. Как мы можем повлиять на его развитие, вообще можем ли и что нам делать в случае, если аромат совсем исчез. С того момента, как наше вино отбродило и уже из сусла превратилось в вино, пусть и молодое, его ароматика и вкус претерпевают определенные изменения. В начале молодое вино, это больше тона свежего винограда, в дальнейшем появляются какие-то дополнительные ароматы, что и называется букетом. Букетом называются именно сложные ароматы, как если бы мы нюхали букет полевых цветов, мы бы услышали не только запах ромашки, но еще много-много всего остального. Весь этот ансамбль, то же самое происходит и в вине, когда много различных ароматов. Не всегда мы можем, мы не профессионалы, можем описать их словами, но тем не менее это происходит, вот эта вот сложная ароматика. За счет чего претерпевают все вот эти изменения? За счет реакции окисления и восстановления. И как раз таки формирование букета, формирование вот этих сложных ароматов, оно происходит за счет реакций восстановления. А реакции восстановления, они идут в бескислородной среде. Как мы можем повлиять на вот это развитие ароматов, можем ли мы его ускорить? Конечно, можем. Я уже рассказывала об этом, когда говорила об ускорении созревания вина, но коснусь еще раз. То есть основной момент это температура и еще есть один маленький секретик. Я сейчас задам вам вопрос, чтобы вы чуть-чуть задумались. Все знают, что вообще солнечный свет, вообще любой свет для вина это плохо. Так, и вот скажите, можно ли белое вино держать на свету? Буквально, минуточку, да, чуть-чуть, на подумать, наверное, большинство из вас сейчас сказало, нет, ни в коем случае. И тут я вас немножечко, не знаю, огорчу, удивлю, можно. Значит, белое вино, выставленное на свет зимой, в течение двух месяцев, дает те процессы созревания, которые могут происходить в течение нескольких лет. И прежде чем вам это рассказать, чтобы не быть голословной, я проэкспериментировала. Это два бокала передо мной, абсолютно одинаковое вино, реформ. Одно и то же, значит, единственное, я держала не два месяца, я держала месяц на балконе, при том, что мы понимаем, что сейчас же не зима. Так, температура, ну, наверное, градусов 10. То есть на улице довольно прохладно еще, весна, но тем не менее. То есть вот почти весь март у меня эта красота стояла на балконе. Да, смотрите, я сразу борюсь с этим возражением, что белое вино, вот оно может окислиться, может с ним что-то произойти. И обратите внимание, цвет я его делала по красному типу. Единственное, что я провела, какие эксперименты с ним, это осветлила желатином. Ну и вот, собственно, вот такое вот светлое венцо. И вот это стояло месяц на свету. Ну, как видите, внешне абсолютно ничего в них не изменилось. Но если бы я вам дала попробовать, то никто никогда не сказал бы, что это одно и то же вино. Это абсолютно два разных продукта, несмотря на то, что они были сделаны в одно время, из одного винограда, в одной емкости и, в общем-то, разлиты в две разные бутылки. Так что же изменилось? Изменился аромат. Если это вино еще, то, которое содержалось в обычных условиях, оно имеет немножко легкий грушевый аромат, а мы помним реформ, у него у самого ягода, она имеет вот этот вот вкус груши легкий, то вот это вино, которое простояло на свету, знаете, на что похоже? На шардоне вообще оно становится похожим. Появились медовые нотки, совершенно другие. Более того, что интересно, на вкус вот это кажется чуть-чуть кислее. Если это кажется менее, оно более мягкое, совершенно другой вкус, совершенно другой аромат, оно более взрослое, более приятное. Ну и, конечно, я честно, сама в шоке от того, как можно абсолютно простыми приемами и доступными повлиять на вкус и аромат вина. Более того, у него совершенно другое послевкусие, более долгое. И вот теперь я понимаю то, что называется цветочными ароматами, медовыми. Вот это то, что развилось в этом вине. Дальше еще немножечко про запахи, про ароматы. Иногда, особенно молодые вина, когда вы наливаете в бокал, вы можете чувствовать запахи. Особенно это для лобрусковых сортов, может быть характерно немножко запах рассола. Такое бывает. Это не говорит о какой-то порче. Просто чуть-чуть подержите вино в бокале. Я рассказывала, когда рассказывала про декантер, что особенно для молодого вина, для красных вин, очень хорошо налить и дать ему постоять. Запахи трансформируются. Кстати, недавно у нас была встреча виноделов, и я приносила свой реформ. И была очень сильно огорчена, потому что, когда вино налили в бокалы, почувствовался такой, ну, выраженный запах уксуса. При этом я знаю, что это вино в уксус не превращается. Объясняю почему. Когда я сливаю вино с осадков, то, поскольку количество не такие большие, значит, что я делаю? Я осадок переливаю в какие-то маленькие баночки. Они, он еще отстаивается, чуть-чуть сливаю, но такое текущее потребление у меня есть. Значит, вот эта реформа, баночка, правда, смывалась этикеткой, банка такая некрасивая. То есть, смотрите, что здесь, да, оно чуть больше окислилось. Знаете, сколько стоит? Два месяца. Ну, то есть, видим, сколько здесь воздуха. Оно еще, знаете, что? Оно еще недели-полторы, наверное, стояло вообще открытым полностью вот так. Ну, это тоже был уже такой эксперимент-эксперимент. Посмотреть, что из этого вытек. Так вот, оно окислилось, да, мы понимаем, вот оно такое рыжие-некрасивое. Камера показывает темнее, на самом деле светлее. Горечь в запахе, но это не уксус. То есть, уксусом оно не стало, и я знаю, что уксусом оно не становится. И в связи с этим всем, значит, я еще дома провела эксперимент, то есть, тоже налила в бокал, да, сначала может быть запах какой-то есть отдаленно уксусный. Чуть-чуть оно постояло, хотя, как бы, для белых вин не совсем характерно отстаивание, как для красных. Но, тем не менее, оно чуть-чуть постояло, и все, этот запах ушел. И, ну, как бы, вино вкусное, хорошее. Поэтому, если вы чувствуете, конечно, есть там запах сырого картона, который характерен для пробочной болезни. Есть какие-то мышиные запахи неприятные, и они будут вредить. Есть запах серы для тех, кто серу добавляет. То есть, мы не касаемся этих запахов. Мы говорим немножко о других запахах и ароматах. Если вы такое вдруг встречаете, самое простое, прежде чем паниковать, что ваше вино заболело, и с ним что-то пошло не так, просто налейте немножко в бокал, оставьте 15, 20, 30 минут. И смотрите, запах уходит или нет. Если, например, вино начинает превращаться уксус в уксус, даже если вы оставите бокал до завтра, уксусный запах будет усиливаться, и тогда все понятно. Если этот запах уходит, трансформируется, то в таком случае, как бы, нечего бояться, все хорошо. Натуральные вина, они потом натуральные, там, это живой организм. Им происходит невероятное количество превращений, в том числе и трансформаций вот этих запахов и ароматов. Итого, мы с вами определили, что ароматы букета, они развиваются со временем, и мы можем на них повлиять ускорением созревания вина. Ну, а теперь коснемся случая, когда аромат у нас исчез. Рассказываю сразу свой пример. Значит, мое розовое вино, которое я вам тоже неоднократно показывала, рассказывала, какое оно классное, какое ароматное, какое оно суперское. Так получилось, что я его осветлила, посмотрела, ай, все-таки очень мутная. Ну, сама же своим правилам не последовала, правилам о выдержке, да, и осветлила. После осветления, понятно, что несколько переливок прошло, тем более, что в одном я там чуть-чуть переоклеивала, я про это показывала, рассказывала. В общем, я понимаю, что мое вино просто стало водой. У него нет ни вкуса, у него нет ни аромата. Ну, какая-то красивая розовая водичка. Понятно, что я очень-очень расстроилась, ну, что делать? Нам надо что-то делать, значит, я его закрыла, поставила и стала читать. И вернемся к развитию букета. Мы помним, что все идет на восстановительных реакциях, которые происходят без участия кислорода, то есть без воздушной среды. А после того, как я это вино оставила в покое, то есть одно стоит в бутылях, кое-что я в пару бутылок разлила, но для текущего потребления, вот оно постояло полтора месяца. Когда я открыла бутылку, ну, запаха никакого. После того, как я налила в бокал, появился вновь запах, приятный аромат, смесь земляники и цитруса. Вино потрясающее на вкус, конечно, аромат и вкус, он трансформировался. Это нормальный для вина, так и должно быть, что появилось потрясающе долгое послевкусие. Именно грейпфрута, и уже не столько розового, земляничного, а в послевкусии это зеленый грейпфрут, такой более терпкий, более свежий. Но, тем не менее, все восстановилось. То есть, если у вас после переливок вы чувствуете, что ваше вино стало каким-то вялым, каким-то мертвым, вкус и аромат пропал, не спешите любить тревогу и отчаиваться. Дайте ему время, дайте ему отдохнуть. Когда оно надышалось кислородом, оно стало выветренным. После того, как вы его закрыли, дали ему постоять, дали ему отдохнуть, ароматы возвращаются. Так что, вот этот момент можно очень легко исправить. И все, что нам нужно, это время. Вот таким своим опытом и своими выводами я хотела с вами сегодня поделиться. На этом наш ролик подошел к концу. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, в комментариях пишите свое мнение и задавайте вопросы. А под видео, нажав кнопку «Еще», ссылка на каталог наших сортов винограда и мои контакты. До встречи, пока!